Здравствуйте! Вы смотрите новости пятого канала в студии Денис Гончарук и в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Мы установили видеокамеры и наружные, и внутренние. В Каннске только два детских сада полностью оснащены по программе «Антитеррор». Остальные планируют обеспечить всем необходимым в ближайшие годы. Но невозможно подниматься. Скользкие проблемы. Жители четвертой площадки жалуются, чтобы добраться до остановки, им приходится испытать серьезные неудобства. Показать свои произведения на публику. Встреча поэтов прошла накануне в молодежном центре. Юные поэты исполнили как известные стихотворения, так и собственного сочинения. Магнитный конструктор чуть ли не стал причиной смерти годовалой девочки. Инцидент произошел в Каннске на новогодних праздниках. Ребенка на скорой привезли в больницу. Сначала врачи предположили отравление, но лечение не давало результатов. Только после рентгена стало понятно, что в кишечнике у девочки полоска из 20 крошечных магнитов. В тот же день Вику экстренно отправили в Красноярск, в 20-ю больницу. Операция длилась почти два часа, а после трое суток ребенок провел в реанимационном отделении. По предположению врачей, конструктор желудки девочки находился не менее четырех дней. Сейчас малышка вместе с мамой продолжает лечение в детском хирургическом отделении. Ей уже разрешили включить в рацион суп и кашу. Антитеррористическая безопасность детей. Как обстоят дела в дошкольных учреждениях Каннска и насколько оснащены детские сады всем необходимым оборудованием, выясняла моя коллега Юлия Олейникова. 15-й детский сад считается одним из самых безопасных в городе. На его территории находятся два входа. Первый со стороны лицея закрывается на ключ уже в 8 часов утра. Второй совсем недавно оборудовали домофоном. И теперь попасть внутрь можно только при условии, если вас запустит сотрудник. На посту охраны все рабочее время находится младший воспитатель Наталья Васильевна. Учреждение оснащено камерами и женщина видит всех, кто собирается войти. Так что незваному гостю в детский сад попасть практически невозможно. Также видеонаблюдение позволяет следить за детьми внутри учреждения. Ну конечно помогают камеры, конечно. В течение дня я смотрю, дети выходят гулять определенное время. Видно все по камере. Когда заходят, когда выходят. И также кто приходит, кто выходит. Все это видно на камере. 15-й детский сад – один из немногих в нашем городе, который оборудован всем необходимым для безопасности. Имеется тревожная кнопка, металлодетектор. Регулярно в учреждении проходят инструктажи. Примечательно то, что самый главный элемент безопасности – видеонаблюдение – был установлен благодаря родителям воспитанников. Первое, на что мы потратили денежные средства, которые были собраны благодаря родителям, потому что это внебюджетные средства, это деньги, которые мы установили в видеокамеры и наружные, и внутренние. Естественно, мы их не в раз это делали, постепенно увеличивая количество их, рассматривали только те зоны, которые необходимы для обозрения. Сейчас мы более безопасны. Вот в этом году мы поставили домофон, потому что заменили входную группу тоже благодаря депутатам и благодаря Каннскому горсовету. На данный момент в городе только в двух дошкольных учреждениях выполнены все требования программы антитеррор. Но, как отмечают специалисты, решение данного вопроса сейчас является первоочередным. Бюджет на 2022 год. Нами были поданы предложения на установку видео и систем оповещения управления эвакуацией в садах. В марте месяце также будет корректировка бюджета. Я надеюсь, что дополнительное финансирование будет выполнено в этом плане. Также на три садика у нас, 8, 11 и 36 сад, поданы документы на субсидии. Что касается школ, то в 2020 году окончательно все учреждения были оснащены видеонаблюдением. И, со слов специалистов, все учебные заведения общего образования соответствуют условиям антитеррористической безопасности. Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. Невозможно подойти к остановке. Жители четвертой площадки жалуются, чтобы добраться до павильона. Им необходимо забраться по скользкой горке, рискуя серьезно травмироваться. Как можно решить данный вопрос, узнавала Кристина Куч. Два шага сделала, и все, и думала, я сейчас упаду. Ольга Федоровна рассказывает, без помощи посторонних людей к автобусной остановке она подойти не может. Ведь подняться в горку для нее не только сложно, но и опасно для здоровья. Женщина говорит, сейчас при горах засыпала снегом, но стоит ему подтаять, образовывается наледь. Вот здесь вот, ну никак не подняться. Ну невозможно подниматься. Ну хоть кто-нибудь бы ступеньки нам нарубил тут до лета. Лето, может быть, что-нибудь придумают. Проблема с остановкой на четвертой площадке существует уже много лет, рассказывают местные жители. И если в зимний период хоть как-то можно подойти к ней, то с наступлением весны, когда начинает таять снег, образовываются огромные лужи. И людям приходится уже идти на ближайшую остановку на Сибирячку. А весной что, здесь все растает, и с гор потоки вот эти все промоены. И до самой дороги, а там вон яма возле знака переходного, там если чуть-чуть поскользнешься и упадешь в эту яму. Мы в основном до Сибирячка ходим на остановку. В местной мэрии на жалобу отреагировали незамедлительно. Уже на следующий день опасный участок вблизи автобусной остановки был подсыпан песком. Директор службы заказчика отмечает, как только сойдет снег, будет запланировано обустройство тротуаров, остановочных павильонов по всему городу. Здесь, вблизи Восток-Арены, в весенне-летний период будет запланировано устройство тротуаров. Пока что запланировано. По остановочным павильонам, которые устроены в 2021 году, также имеются недоделки. Пожаловаться на скользкие остановки горожане могут диспетчеру «Энергия Канск» по номеру телефона, указанному на экране. Подрядчики примут меры незамедлительно, обещают специалисты. Кристина Куща, Александр Минеев, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Вакцинироваться от COVID-19, не выходя из дома. Такая возможность появилась у жителей города. Поставить прививку на дому по предварительной записи смогут те, кто будет прививаться впервые. Такое решение определили на очередном заседании оперативного штаба. Выездные бригады у нас сформированы с самого начала. Бригады продолжают работать в обоих поликлиниках. Поэтому какой-то дополнительной нагрузки мы не рассчитываем, что будет. В день мы готовы где-то порядка 30-50 выездов совершить, то есть вакцинировать. Сейчас у нас общее количество населения, которое нужно еще провести вакцинирование, около 20 тысяч человек. Мы рассчитываем, что с помощью вот этой акции мы привлечем тех пенсионеров, которые боятся выходить в поликлинику, которые маломобильны или испытывают сомнения по поводу того, что можно выйти в людные места, то есть режим самоизоляции соблюдает, что они к нам обратятся, и мы все-таки сможем охватить их прививками против коронавируса, чтобы повысить коллективный иммунитет. Будут сформированы списки, выезд будет производиться не мгновенно в этот же день, но будет формироваться списочный состав, чтобы нам, скажем так, отрегулированно эту работу проводить. И в течение недели приедут и осуществят вакцинацию. Накануне выезда будет осуществлен дозвон через колл-центр, и человек будет предупрежден, что приедет к нему вакцинационная бригада. Значит, по-прежнему можно записаться в поликлиниках, в регистратуре позвонить, можно записаться через колл-центр, он у нас также остается в ежедневном режиме работы, и можно записаться через участковых медсестру или врачей, обратившись к ним напрямую, если у кого-то такая связь есть, они тоже будут принимать участие в этой работе. Хотелось бы предупредить жителей, что у нас по-прежнему будут продолжаться подворовые обходы участковых сестер с предложениями на вакцинацию тех, кто пока еще не принял для себя такого решения. Но, тем не менее, коллективный иммунитет нам нужно создавать сообща, поэтому мы, собственно говоря, будем стараться охватить всех жителей, кто пока еще не вакцинирован. Поэтому, кто не вакцинирован, ждите, что к вам придут наши медицинские работники в гости и предложат вакцинацию. Еще есть время согласиться, есть время до подхождения волны омикрона принять решение о вакцинации и провести ее. А теперь об эпидситуации. Число заболевших продолжает расти. За последние сутки в Красноярском крае зарегистрировано 426 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Темп прироста достиг отметки в 0,2%. Лидером антирейтинга остается Красноярск. 121 новый случай. В Канске, согласно информации Роспотребнадзора, за это же время заболело 5 жителей. Сразу после небольшой рекламы вас ждет блок коротких новостей, а также расскажем о поэтической встрече, которая прошла в молодежном центре. Не переключайтесь, оставайтесь на пятом канале. Продукция «Штиль». Высокая надежность. Вам по плечу любые задачи с агрегатами «Штиль». Бензопилы, мотокосы, аккумуляторная техника, запчасти и принадлежности. В магазине «Трактор-деталь» есть полная линейка продукции «Штиль», а также высококвалифицированное сервисное обслуживание. Гарантия на всю продукцию и работы. Официальный дилер «Штиль» в Канске. Магазин «Трактор-деталь». Город Канск. Улица Гаражная, 2, Б. Вору в законе Костиканскому отменили оправдательный приговор. Напомним, по версии следствия, мужчина занимал высшее положение в преступной иерархии. Еще осенью 2021 года прошло заседание суда с участием присяжных, и они единогласно вынесли оправдательный приговор. Но с этим не согласился главный прокурор региона. Апелляционная комиссия решила, что в ходе разбирательств были допущены нарушения закона, повлиявшие на объективность коллегии. Обязательную вакцинацию студентов могут ввести в Красноярском крае. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. На сегодняшний день охват вакцинации против коронавируса среди совершеннолетних студентов региона в целом составляет 54,6%. Это общий показатель. В некоторых высших учебных заведениях цифры ниже. Жительница Томска нашла на улице полмиллиона рублей и вернула их владельцу. Сначала женщина подумала, что это пачка билетов банка приколов, но затем убедилась, что деньги настоящие. Она сообщила о находке в полицию, куда ранее уже обратился рассеянный томич. Актуальные новости, объективный анализ и эксклюзивные комментарии о важнейших событиях Красноярского края. Региональный дайджест. Каждую среду сразу после новостей на пятом канале. В молодежном центре Канска собрались юные поэты в рамках мероприятия «Вдохновляй». Они исполнили как известные стихотворения, так и собственные сочинения. Подробности далее. Любимые, меня бы не любили, и не знали вы, что в сонно-мещевицком я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Есенин, Бродский, Майковский, эти и многие другие известные поэты каждый раз обретают новую жизнь в устах юных чтецов, которые с упоением раскрывают классиков по-своему. На поэтической встрече «Вдохновляй» собрались истинные почитатели поэзии, которые не только знают и любят произведения великих творцов, но также и сами пробуют свои силы в этом нелегком деле. Там есть и сталь, там есть и венец, как пули, словно поражённым не нарекал женой отец, что творчество непрогожённое, хотя лечиться буду рад. Иван Каверзин пишет стихи с шести лет, сейчас парню 15, и он уже успел стать самым юным номинантом премии Есенина «Русь Маян». На данный момент в его коллекции 100 страниц авторских произведений, которые он мечтает в будущем издать одной книгой. Это больше лирика или философская лирика, то есть, опять же, питаюсь стихотворениями Лермонтова и Есенина, поэтому настроение у них такое грустное, печальное, но читателям нравится. А по жизни так вдохновляешься, чем? Путешествия, это может поздно писать? Да, путешествия. Я люблю горы, очень люблю моря, и когда я где-то езжу, я вдохновляюсь и пишу. Несмотря на то, что поэзия – дело тонкое, всё же прочувствовать стихи можно, даже не зная языка, на котором они написаны, что и доказал один из участников, прочитав произведения на грузинском и английском языках. Поэтическая встреча «Вдохновляй!», говорят организаторы мероприятия, создана для того, чтобы в спокойной обстановке юные творцы могли опробовать свои силы, не переживая о результатах, оценках и местах. Так в данном случае победители всем, ведь участники побороли себя и представили перед публикой, что для многих довольно непросто. Некоторые участники данной встречи приходят сюда для того, чтобы показать свои произведения на публику, посмотреть, как их воспримут, как к ним отнесутся, чтобы почувствовать это как на сцене, можно сказать. А другие участники уже читают стихи, которые уже довольно-таки известных писателей, тоже набираются опыта уже в дальнейшем прочтении. Участники встречи остались более чем довольны таким мероприятием, ведь здесь можно было не только показать себя, да на других посмотреть, но и завести новые знакомства, а также получить вдохновение для дальнейших поэтических свершений. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Сверхскоростной домашний интернет уже давно стал базовой потребностью для большинства жителей города. Если вы сейчас находитесь в поисках нового провайдера, который сможет предоставить качественные услуги по демократичным ценам, то обратите внимание на следующий сюжет. Трудно представить организацию, не использующую ресурсы всемирной паутины в своей повседневной деятельности. Сегодня от представителей бизнеса отчетливо просматривается запрос на комплексность услуг. Работа с одной компанией-поставщиком услуг имеет ряд существенных преимуществ, таких как подбор оптимального решения, выгодная стоимость на комплекс услуг, экономия времени. В настоящее время группа компании «Орион» предоставляет комплекс услуг для юридических лиц. Наши эксперты видят потребности каждого клиента на несколько шагов вперед и подбирают комплексные решения по индивидуальным особенностям бизнеса. Круглосуточная техническая поддержка абонентов и моментальное реагирование на ситуацию говорят о высоком качестве нашего сервиса. Также, обращаясь в группу компании «Орион», вы значительно экономите средства и время, получая услуги по принципу единого окна. Кроме привычных услуг связи, интернет, телефонии, интерактивное телевидение, дополнительно мы предоставляем нашим клиентам видеонаблюдение. Подробную информацию по всем услугам для юридических лиц можно получить у менеджеров группы компании «Орион» по телефону 63300 и в офисах по адресам предмостный микрорайон 1А и улица Краснопартизанская 57. Это все, что подготовила наша информационная служба на сегодня. В студии был Денис Гончарук. Всего доброго. До свидания. Сегодня онлайн-кинотеатры – один из самых востребованных сервисов для интернет-пользователей. Интерактивное телевидение «Орион Телеком» – это доступ ко всем популярным онлайн-кинотеатрам. «Премьер», «Море ТВ», «Старт», «Амедиатека», «Иви», «Мегагоу» в одном приложении. Большое разнообразие эксклюзивного, качественного контента в высоком разрешении, дополнительные настройки звука и видео и одновременный доступ на пяти устройствах. Все, что нужно пользователю для просмотра фильмов в 4К и без зависаний. Скоростной интернет и современный роутер. В этом вам помогут специалисты компании «Орион Телеком». Это стало нашим оружием в борьбе с коронавирусом. Мы овладели им в совершенстве, и оно доказало свою эффективность. Но все это – средство обороны. Чтобы в борьбе произошел переломный момент, и мы победили, необходимо оружие для контратаки. Оно готово. Это вакцина. Теперь вместе мы сможем победить пандемию. Записаться на вакцинацию просто. На госуслуги.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова